Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Пора выводить из тени. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев озвучил свою позицию относительно гостевых домов и мини-гостиниц. Следственный комитет выясняет причины гибели троих мужчин в Гастагаевской. «Познать, играя» специалисты Центральной библиотеки проводят увлекательные занятия для школьников. Обход главы Анапы – акцент на санитарное состояние и безопасность. Сегодня был выбран маршрут от автовокзала по улице Кати Соловьяновой, затем по Пролетарской, мимо 5-й школы и по улице Крымской. Сергей Сергеев обратил внимание заместителей и руководителей городских служб на санитарное состояние прогулочных зон и дворовых территорий. С жителями обсудил вопросы безопасности в ночное время, а также проблему вывоза ТБО. По результатам обхода Сергей Сергеев дал ряд поручений, выполнение которых будет контролировать лично. В разгар сезона площадь у автовокзала превращается в стихийный рынок. Мобильные группы администрации составляют десятки протоколов, но не штрафы пугают незаконных коммерсантов, а демонтаж объектов. Работу муниципального контроля в этой части глава считает неэффективной. За месяц всего один протокол, вернее одно заседание комиссии и всего 13 объектов у нас оказываются на территории города, которые требуют снесения. Это не работа, это чистый саботаж. В обходе участвует новый руководитель управления муниципального контроля Арам Павлович Кухтиев. В должности он первый день и для него оценка главы как поручение наладить работу подразделения. На улице Кати Соловьяновой чисто, но местные жители жалуются Сергею Павловичу на постоянно переполненные урны. Только ранним утром тут так свободно. Днем и вечером идут потоки отдыхающих. Мусор скапливается очень быстро. Я вчера где-то в три часа по Красноармейской проезжал, все переполненные вот здесь, в центре. Все урны. Каждые 10 минут Сергей Павлович. Не может этого быть. Я вам клянусь, каждые 10 минут наполняем. Не все, но вот в районе, где пешеходные переходы, где люди с моря идут. Ну так мы же должны изучить проходимость, где. И кратно увеличить количество уборок. Потому что другого выхода просто нет. Другой вариант поставить на сезон дополнительные контейнеры. Сергей Сергеев поручает управлению ЖКХ совместно с Сити Кристаллом согласовать этот вопрос с жителями и в короткие сроки решить. По всему маршруту движение санитарное состояние дворовых и прилегающих к торговым точкам территорий была главной причиной для критики Сергеева. Грязь и бурьян у магазинов и кафе как-то не клеится с любимым городом. Вызывайте. Пусть они скажут, что мы не вправе. Вызывайте сюда Россельхознадзор. Что хотите делать? Вот тогда это будет результат. Заставьте, оштрафуйте, бануйте, во двор занесите, которая здесь начальником работает. Или в квартиру, я разрешаю, под квартиру занесите. Это что ж такое? На улице Крымской остановки сделали у художественной школы и управления социальной защиты. Есть руководители в каждом учреждении, а хозяйского отношения незаметно. Прилегающие территории и даже атрибутики требуется забота. Бороться с незаконным оборотом наркотиков всеми известными способами. Молодежный патруль с банкой краски для такой вот скрытой рекламы смертельного зелья. Планируете мероприятие по автодозвону? Его зона ответственности закрашивания, ваша зона ответственности. Перед тем, как закрашиваете, списываете и мне доложите, где программа, насколько она рассчитана, номеров одновременно и включаете на автодозвон. Список поручений главы получил каждый участник обхода. Отчеты о сделанном идут ежедневно. По результатам утренних обходов для городских служб составляется список задач на день. Так выполнено поручение главы по очистке остановок от портящих их внешний вид рекламных объявлений и афиш. У основания стелы город воинской славы также по поручению главы Анапы восстановлено плиточное покрытие. На улице Крымской сегодня рабочие ремстрои устанавливали лавочки, меняли плитку и ремонтировали бордюры. Из этих на первый взгляд мелочей и складывается общая картина – облик нашего города. Статус гостевых домов и мини-гостиниц должен быть определен федеральным законом. Необходимо вплотную заняться наведением порядка в курортной отрасли. Такую позицию выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на очередной сессии ЗАГС Собрания. По словам главы региона, сегодня поток отдыхающих на курорты Кубани значительно вырос. Однако на налогооблагаемой базе муниципалитетов пропорционально это не сказывается. Цитируя частный сектор, надо выводить из тени. Если будем последовательно и грамотно доказывать эту необходимость, то мы получим федеральный закон о статусе гостевых домов и мини-гостиниц. Мы не против, чтобы бизнес развивался. Гостевые дома зарабатывали, но надо и налоги платить. Инфраструктура пляжа находится на краевом и муниципальном бюджете. Конец цитаты. Также Вениамин Кондратьев затронул тему строительства платных альтернативных скоростных дорог к морю и обозначил необходимость поиска внебюджетных источников финансирования Дорожного фонда региона. Как отметил губернатор, объем средств КДФ сегодня вдвое меньше необходимого. Он составляет чуть более 18 миллиардов рублей, тогда как требуется 36. И к другим темам. Анапчанам расскажут, как грамотно оформить трудовые отношения с работодателями. 29 июля отдел трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями Анапского центра занятости населения проведет день открытого письма. Каждый работник может прийти на встречу к специалистам в области трудового права, получить консультацию по вопросам оформления трудовых отношений, выплаты заработной платы, охраны труда. Прием граждан будет проводиться по адресу Анапа, улица Калинина, 12-я, 2-й этаж, кабинет номер 10. Телефон для справок 4-0-1-31. В станице Гостогаевской во время чистки колодца в частном дворе погибли трое мужчин. Как рассказала руководитель пресс-службы регионального следственного комитета Наталья Смятская, погибшие являются родственниками, их возраст 46, 58 и 25 лет. Глубина колодца порядка 6-8 метров. 25-летний мужчина спустился вниз, почувствовал себя нехорошо, стал звать на помощь. К нему спустился его родственник, не смог, к сожалению, оказать ему помощь. Также стал звать на помощь третьего своего родственника. Третий мужчина также спустился, но, к сожалению, подняться наверх никто из находившихся в колодце людей не смогли. По данному факту, следственным отделом по городу Анапе проводится доследственная проверка. С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Возраст мужчин составлял 46, 58 и 25 лет. По данному факту, следственным комитетом по городу Анапе проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. «Волшебный мир кино» – занятие, посвященное году российского кинематографа, прошло в читальном зале Центральной библиотеки для детей пришкольных лагерей 4 и 6 школ. Познавать, играя? Так, ребята узнали об истории самого массового вида искусства. О том, что слово «кино» в переводе с греческого означает «твигаюсь». О первом фильме «Прибытие поезда братьев Люмьер» посмотрели первый русский шедевр киноискусства «Понизовая вольница», созданный по мотивам народной песни «Остеньки разини». Кино в Анапе – отдельная тема для беседы. Какие фильмы были сняты в окрестностях нашего города, как проходят съемки новых серий популярного детского киножурнала «Яролаш». И в завершении встречи решите вопрос, что интереснее – читать книгу или смотреть фильмы, снятые по известным историям писателей. Библиотекаре предложили решить юным анапчанам для себя самим, ведь интерес к чтению воспитывается с детства и в том числе благодаря таким познавательным урокам. Я однажды прочитала очень интересную книгу, и мне очень понравилось. Я теперь хожу в библиотеку очень даже часто. Тут такие интересные книжки, их можно попросить, и ты читаешь, и они такие прям интересные, что хочется их читать и читать. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь, до встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.